Органы обеспечения безопасности Органы обеспечения безопасности являются неотъемлемой частью любого современного развитого государства. Наша страна не является исключением и постоянно совершенствует сферу обеспечения безопасности своих граждан. Органы обеспечения безопасности Российской Федерации – это государственные органы, осуществляющие деятельность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера. Сегодня на уроке мы кратко остановимся на том, какие основные функции обеспечения безопасности граждан и государства выполняют органы безопасности России. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Зарождение и становление регулярной полиции в России происходило в 1718-1802 годах. Появившаяся в XVIII веке служба тысячи раз подтверждала свою значимость и необходимость. Основная задача деятельности Министерства внутренних дел – обеспечение личной безопасности граждан, общественного порядка и общественной безопасности, охрана всех форм собственности, борьба с преступностью. Решение этих задач возложено на МВД России и подчиненные ему органы. Сегодня структура МВД включает несколько главных управлений, департаментов и управлений, а также центры, образовательные организации, территориальные органы МВД. Среди основных частных вопросов, с которыми граждане могут обращаться в органы МВД, являются разработка общей стратегии государства по защите граждан, совершенствование нормативно-правового регулирования, организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также административных правонарушений, обеспечение охраны общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, организация и осуществление государственного контроля за оборотом оружия, Управление органами внутренних дел Российской Федерации. Подробнее ознакомиться с деятельностью Министерства внутренних дел в своем регионе и городе вы можете воспользоваться вкладкой «Карта музеев МВД России» на официальном сайте ведомства. При угрозе и возникновении правонарушений и преступлений вы можете обратиться по единому телефону полиции. 102. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий решает целый спектр задач по защите территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основными задачами деятельности МЧС России являются выработка и реализация государственной политики в области гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах, организация и подготовка нормативно-правовых документов в области своей деятельности, осуществление управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также безопасности на водных объектах, осуществление прогнозирования чрезвычайных ситуаций, пожаров с целью смягчения их последствий, осуществление деятельности по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории России и за ее пределами. Ежедневное Министерство чрезвычайных ситуаций оказывает помощь тысячам людей по всему миру, предупреждая и ликвидируя чрезвычайные ситуации. С подробной информацией о деятельности МЧС России можно познакомиться на официальном сайте Министерства в разделе «Интернет-ресурсы». При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вы можете обратиться по телефону 101 – единый телефон пожарных и спасателей и 112 – единый номер службы спасения по стране. Территория России является самой большой в мире и составляет 17,1 миллиона квадратных километров. Министерство обороны Российской Федерации занимает ключевое положение в обеспечении безопасности и территориальной целостности нашей страны. Структура Министерства обороны России включает Сухопутные, воздушно-космические, воздушно-десантные войска, военно-морской флот и ракетные войска стратегического назначения. Основные задачи Министерства обороны Российской Федерации Защита территориальной целостности нашего многонационального государства Сдерживание военных угроз или посягательств на территорию страны Силовые операции вооруженных сил России в мирное время, которые возможны лишь при условии выполнения России союзнических обязательств, борьбы с международным терроризмом, экстремизмом, проведение миротворческих операций, защиты государственных границ и предупреждение экологических катастроф и иных чрезвычайных ситуаций. Военная сила России применяется напрямую для обеспечения ограниченного перечня экстренных случаев. Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. Во всех других случаях вооруженные силы России ведут мирные переговоры. Не менее важной функцией деятельности Министерства обороны является организация и подготовка к службе в вооруженных силах. Служба в вооруженных силах по призыву длится один год и является важным этапом в жизни каждого мужчины. В рядах вооруженных сил у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны. Ведь сегодня в армии уделяется большое внимание физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и свою страну. Здоровье человека является одним из приоритетов развития нашей страны. Нередко в жизни человека возникает случай, когда ему необходима квалифицированная медицинская помощь. Министерство здравоохранения РФ осуществляет функцию по реализации государственной политики медицинского обслуживания населения. Задачи Министерства здравоохранения распространяются гораздо шире наших обычных представлений о ведомстве. Основные задачи Министерства включают Нормативно-правовое регулирование системы здравоохранения населения РФ Оборот лекарственных средств для медицинского применения Организация профилактики заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, заболеваний, передаваемых половым путем. Организация квалифицированной медицинской помощи пострадавшим в различных жизненных ситуациях. Внедрение современных методов диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний. Организация среднего, профессионального и высшего медицинского образования, а также повышение квалификации врачей. Федеральная служба безопасности Российской Федерации выполняет трудную и ответственную задачу по обеспечению национальной безопасности России. Основными направлениями деятельности Федеральной службы безопасности являются контрразведывательное управление, борьба с терроризмом, борьба с особо опасными формами преступности, разведывательная деятельность, пограничная деятельность, противодействие коррупции. обеспечение информационной безопасности. Одним из стратегических направлений безопасности современного мира является борьба с терроризмом. Данную функцию в нашей стране успешно осуществляет Национальный антитеррористический комитет, образованный 15 февраля 2006 года. Основным законом Российской Федерации, на основе которого осуществляется деятельность НАК, Федеральный закон номер 35 от 6 марта 2006 года о противодействии терроризму. Национальный антитеррористический комитет – коллегиальный орган, координирующий и организующий антитеррористическую деятельность органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Основными задачами деятельности Национального антитеррористического комитета являются разработка мер по противодействию терроризму, участие в международном сотрудничестве, подготовка предложений президенту России по формированию государственной политики и совершенствованию законодательства в области противодействия терроризму, организация информирования населения о возникновении и нейтрализации угроз террористической направленности, ликвидация последствий терроризма. С подробной деятельностью Национального антитеррористического комитета можно познакомиться на официальном сайте ведомства. Необходимо отметить, что все органы обеспечения безопасности России действуют на основе единых принципов. Законности, верховенства и единства закона, равенства всех перед законом, соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, интеграции с международными структурами обеспечения безопасности, взаимной ответственности личности и государства по обеспечению безопасности. Для удобства пользователей оперативность реагирования на вызовы службам безопасности созданы не только информационные порталы, то есть официальные сайты ведомств, но и различные мобильные приложения. Так, на официальном сайте МВД России можно найти информацию о мобильном приложении МВД России. Приложение имеет следующие возможности. «Быстрый вызов полиции», информация об отделениях полиции, о вашем участковом, о действиях в случае экстренных ситуаций и многое другое. А на сайте МЧС России мобильное приложение «Мобильный спасатель». В данном приложении имеется информация о действиях при чрезвычайных ситуациях различного характера, правила по оказанию первой помощи пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях, справочник организации. Обращаем ваше внимание на то, что все мобильные приложения являются второстепенными каналами связи со службами спасения и ведомствами в дополнение к работающему во всех регионах единому телефону экстренной связи 112. Просим вас не использовать телефоны и мобильные приложения в случаях проверки их работоспособности и без необходимости. Помните, в это время есть кто-то, кто действительно нуждается в помощи. При всех ситуациях, чрезвычайных и повседневных, соблюдайте общепринятые правила безопасности и берегите себя.